Если бы все получалось сразу и без всяких проблем, то, наверное, альпинизм потерял бы своих почитателей. Заниматься альпинизмом было бы неинтересно. Такое мнение неоднократно высказывал Юрий Крулов. Сегодня он у нас в студии, причем практически сразу после совершения восхождения на Матерхорн. Итак, Юра, несколько слов о самой вершине. Что за вершина и когда твой глаз на нее упал? Глаз давно упал. Матерхорн очень красивая гора. Представляет собой правильную пирамиду четырехгранную и является визитной карточкой из Швейцарии. Это очень известная гора, на которую, в общем-то, все хотят сходить, альпинисты. Не самое сложное, но если вы зайдете в любую сувенирный магазин, то в большинстве всяких сувениров будет изображение этой горы. Высота вершины? Высота стандартная для альп примерно четыре с половиной километра. То есть не самая высокая? Она не самая высокая, она не самая сложная, но вид ее настолько не обучаем. Это отдельно стоящая гора, что просто невозможно проигнорировать. Так и название Матерхорна, одно из названий горы, это гора посредине долины. Ну, так и есть. Она стоит и разделяет Швейцарию от Италии, в общем-то, смотрит на две разные долины, ну, очень красиво. Маршрут, который вы выходили? Ну, зимой мы безуспешно пытались проложить новый маршрут на северной стене. Вот. После неудачных попыток в течение десяти дней борьбы со снегом и там морозом, непогодой и лавинами, мы поняли, что мы не готовы и спустились, пройдя пятьсот метров. Я решил время не терять и сделать разведку. Вот сейчас, летом, и, в общем, сходил по другому маршруту, который уже там есть. Классика. Да, по гребню. Вот. Но теперь, по крайней мере, я знаю, куда нужно спускаться. То есть это уже не будет так рискованно следующей зимой. Ну, те фотографии, которые ты привез, и видеоматериалы, мы можем показать телезрителям и прокомментировать, что же там за маршрут такой. Ну, вот сама гора. Это просто клоузап, приближение. Это вид ее зимой или она сейчас такой? Нет, она сейчас такая. Зимой вид у нее совершенно другой. Зимой он более суровый, вид снега больше. Но сейчас вот, когда я был, вид не совсем летний еще. Не совсем. Это что за избушка? Это один меценат, Солвей, в конце 19 века дал денег на то, чтобы посередине гребня на высоте 4000 метров, прямо на небольшой полке построили приют для спасения альпинистов в случае аварии или там непогоды. И этот приют до сих пор там стоит. Его несколько раз перестраивали, оборудовали радиостанцией, солнечными батареями. А что это за такие канаты, различные на скалах? А там в некоторых местах на спуске, чтобы, скажем так, ускорить пропускную способность, такие вещи иногда встречаются. Просто в августе, например, там много десятков людей каждый день стремятся покорить вершину. Возникают пробки и так далее. Все то, что бывает на Вересте. В пору ставить светофоры для регулировки движения на этом узком гребне? Ну да, да. Возможно. А не провоцирует ли... Швейцарская вершина, а там сзади итальянская. На швейцарской вершине стоит статуя святого Бернарда, а на итальянской крест. Вот он там виден где-то сзади. Не провоцирует ли вот этот приют альпинистов на плановую ночевку на гребне? Провоцирует. Особенно тех, кто не готов. Но там четко и ясно указано везде, что, в общем, без причины ночевать в нем нельзя. И, в общем, там всякие штрафы и другие страшилки там присутствуют. Ну да. Флаг Крымской контрольно-спасательной службы, вознесенный на моторкорм. Да, просто тут есть такая программа флаги контрольно-спасательной службы на всех вершинах. Меня просто попросили. Я не мог отказать, потому что я в этой структуре проработал. Ну вот. Температура на вершине какая была? Ну, в летом тепло было где-то минус, наверное, 12-15, но был очень сильный ветер. Вот это гребень сверху вниз. Очень хорошо видно так примерно, что из себя представляет нахождение. И самое, наверное, интересное заключается в том, что весь путь вверх и вниз, ну, очень много, большая часть пути просто ты идешь не связанно, без берегки. Потому что если, например, делать все по правилам, то это займет в два раза больше времени. Сколько времени у вас занял подъемная вершина? Ну, день и полспуска в этот же день. Так, а это бунгало? Это вот тот самый приют, в котором нельзя останавливаться. А это вот внутреннее убранство. Вот. Поскольку в нашем случае выбора не было, погода была дрянь, прямо скажем, ветер был очень сильный, то на спуске мы в этом приюте заночевали. Вот. Забрали таких больных-раненых оттуда и спустились вниз. Ну, что значит больных-раненых? Ну, были там еще люди. Один травму ноги получил, второй заболел. Они там сидели, и, в общем, с оказией мы их забрали вниз. Вот так. То есть получились еще и спас работы? Ну, нет. Ну, не спас работы, но, как бы, морально-психологическая и техническая помощь, вот эти люди, при спуске вниз. А история покорения этой вершины, находясь в центре Европы, она, наверное, уже не первый век вхожена? Ну, она не первый век вхожена. Первое восхождение – это был большой триумф и большая трагедия. Значит, после многих неудачных попыток пятеро человек зашли на эту гору, и на спуске три из них погибли, ну, на глазах у людей. Поэтому это, как бы, с одной стороны, был успех, с другой стороны, ну, большая трагедия. Это в каком веке было? Это было в девятнадцатом веке, во второй половине, год точно не припомню, по-моему, в восьмидесятых годах. У них не было ни пластиковых ботинок, ни GPS-ов? Нет, ничего не было, кроме мотивации, вот. Но это было достижение очень большое на тот момент времени. Какие сейчас условия для восхождения? Может ли любой вот севастопольский любитель горных приключений взять билеты и отправиться на моторхорн? Ну, взять билеты может любой человек. Приехать, посмотреть тоже может, а для того, чтобы туда все-таки сходить, нужна техническая подготовка, серьезная, ну, и здоровье. А это? Геликоптер чей? Ну, это у подножия горы стоит другой приют, и это вертолет спасательной службы, который делает, ну, несколько боевых вылетов в день, сто процентов. Сколько человек находилось одновременно в день вашего штурма на вершине? Не на вершине, а на подходах, на стене, на гребне? Когда мы шли, один человек еще был, Новозеландец к нам присоединился, так, на финальной части, потому что был не сезон. Сезон начинается в июле, когда все эти приюты, которые вот я упомянул, они становятся обслуживаемыми. Тогда много людей. А так вот мы практически были одни. Ну, вот у меня осталось ощущение после посещения Эльбруса в районе Бочек, приюта 11, огромные свалки техногенного мусора, то есть арматура, бетон, какие-то обломки, резина, пластик. Как на моторхождении? Там, разумеется, этого ничего нет. Мусор там ввозится вертолетами, откуда, ну, если он там, например, на верхнем приюте остается. Снизу все убирается тоже. Люди сами, ну, стараются не мусорить. Урны есть везде. Ну, я имею в виду подножие. То есть свой мусор с горы снес, кинул в мусорную ящик и ушел. Есть там какой-то рекреационный сбор за вход на этот маршрут? Никакого рекреационного сбора нет, поскольку любой рекреационный сбор отпугивает туристов и делает район менее привлекательным. Это просто как дважды два. Поэтому нет, там такого никогда не было и никогда не будет. Кабардино-балкарцев на них нет? Они бы, как в Прейльбрусе, там ввели тысячу рублей с каждого. Кабардино-балкария сейчас закрыта. И, в общем, результат был прогнозируемый. Все туристы сейчас едут в другие места. Те, кто едут на Кавказ, едут в Грузию, например. Ну, на Эльбрус сейчас ходят с севера. То есть не из... На Эльбрус ходят с севера, да. То есть все равно на вершину идут люди? Идут, но речь тогда у нас шла о Прейльбрусе, о Кабардино-балкарии. Вот та часть, которая считается Прейльбрусием, вот эта долина баксанская, она... Интересно, как себя сейчас чувствуют те крепкие ребята, которые тогда собирались на деньги за вход на, как они называли, заповедник? Я думал, что они давно уже на бирже труда состоят, поскольку туристов нет, брать деньги не с кого. Ну, не только они. Там, на самом деле, это большая трагедия. Какие планы у тебя на ближайшее время? Какие стены манят? Ну, зимой буду заканчивать свой маршрут на Моторхор. Разведка, которая была сейчас сделана, пригодится. А пока тренируемся на родных скалах. Еще раз, вот Моторхор, надо сказать, классический по гребню маршрут. И если по советской классификации, какая категория сложности? Если честно, я не знаю, какая это категория по классификации, но при вот тех условиях, где мы, когда мы были, ну, примерно, наверное, пятерка. Пятерка, по которой можно идти не связанным? Ну, да. У нас таких пятерок очень много. Ну, там не везде можно идти не связанным. Там люди и связываются, идут, но они идут два дня. Мой напарник был достаточно подготовленный, это товарищ из Татарстана, с которым мы много ходили. Поэтому мы, в общем, где можно было, шли одновременно, где можно было, шли, как каждый за себя. Смотрится достаточно монолитный маршрут. Есть там живые камни? Монолитный он смотрится, потому что там прошли тысячи и тысячи альпинистов, и все, что можно было сбросить, уже они сбросили. Друг на друга? Да. Но, тем не менее, 30 человек в год находят свои камни ежегодно и улетают с этого маршрута. То есть там, как бы, достаточно печальная такая статистика. Ну, из-за того, что там очень много людей. То есть, очень много. Это сколько? Сколько за год посещают эту вершину? Ну, я не знаю, я не обладаю статистикой, но я в курсе, что в середине августа, например, на горе может быть до 200 человек. Я слабо могу это представить. Поэтому 30 человек, погибших в год, я считаю, что это очень мало. Должно было быть больше при такой плотности. Но никакого тестирования спасательная служба там не проводят? То есть на маршрут выходит кто угодно и спасают потом бесплатно? В Швейцарии спасательная служба бесплатно не работает. То есть, либо у тебя есть страховка, либо ты платишь деньги. Вот, собственно, и все. То есть, подлетает вертолет, передаешь ему евро? Не, ну, разумеется, это все делается потом. Там не такой капитализм с ужасным таким лицом, как здесь. Ну, вот. Тебя спасут, а потом просто ты будешь решать, как будешь оплачивать. Там все джентльмены. Ну, я надеюсь, что до зимнего штурма Матерхорна будут и другие вершины. Я тоже надеюсь. Может быть, интересные и красивые. Ну, думаю, что, наверное, не только в Крыму. Так, удачи. Смотрим. Ну, ну... Ну, ну... Ну, ну...